Приветствую! Как вы знаете, законопроект 10.449 уже принят. При этом до сих пор, даже сегодня, в воскресенье, текст еще не опубликован его. Хотя, как заявляют депутаты, что он принят в той редакции, которую подавал комитет. То есть все правки учтены, и именно так он и принят. Что ж, мы доверяем депутатам, и поэтому начинаем разбирать текст этого законопроекта, уже закона по сути 10.449, и соответственно, если будут какие-то изменения, обязательно будут видеодополнения. Ну а сейчас мы поговорим о том, какая новая обязанность появилась у людей, и почему видео названо именно так, что все обязаны явиться в ТЦК и ЭСП. Для этого мы с вами будем, естественно, читать этот уже закон 35.62, и начнем мы с пракинцевых и прахидных положений. А в переходных положениях мы будем рассматривать с вами вот этот второй пункт, поскольку именно он содержит перечень людей, которые должны обновить данные в ТЦК и ЭСП. И вот сразу мы видим, что первая категория – это громадян и чоловичу эстати, які мають специальні звання та проходять службу, перечень тех органов, в которых они проходят службу, и мы видим. Ну а это касается только их. Идем дальше. Второй абзац, вернее нет, это третий уже абзац, касается тех людей, которые были сняты с воинского учета в связи с выездом за границу. И вот им установлен срок здесь, обратите внимание, вот здесь 30 дней с того момента, как будет принята постанова Кабмина, которая урегулирует вопрос ведения воинского учета тех, кто находится за границей на временном, либо постоянном консульском учете. Да, обратите внимание, теперь люди, которые находятся на постоянном консульском учете, то есть выехали на ПМЖ, будут находиться на воинском учете. Хотя раньше была у нас норма, ну и сейчас пока еще действует норма, согласно которой эти люди не стоят на воинском учете. Но это частности, а вот теперь переходим к тому, что касается абсолютно всех нас. Вот этот абзац, вот этот абзац, где написано, «Громадяне Украины, которые перебывают на воинском облике, обязаны протягом 60 дней с дня набрана чинности этим законам, уточняты адресу проживания, номеры засобов в связи, адресы электронной почты за наявностью электронной почты та инчи персональные данные». То есть, в течение 60 дней с момента вступления в силу этого закона, а он вступает в силу через 30 дней с момента опубликования его, все граждане Украины, которые пребывают на воинском учете, должны обновить свои данные. Конечно, конечно, друзья, я прекрасно понимаю, что вы прекрасно умеете придираться к словам, потому что за последние два года мы уже все практически стали юристами и знаем, на что обращать внимание. И я более чем уверен, что вы уже обратили внимание на вот эту формулировку. На формулировку, яки перебывают на висковому облику. И мы вернемся к этому вопросу, но чуть позже. А сейчас мы посмотрим, что нужно сделать и как можно обновить данные, ну, по сути, всем, кто пребывает на воинском учете. Вот здесь закон дальше раскрывает. И внимательно, здесь надо очень внимательно читать, что мы видим, что в случае пребывания на территории Украины, эти данные мы должны обновить путем прибутя самостоятельно до ТЦК и ЕСП за местом перебывания на висковом облике или за своим местом проживания. Первый способ обновления данных – самостоятельная явка в ТЦК и ЕСП без повестки. Вот почему я говорю, что всем нужно явиться в ТЦК, да, потому что вот оно, где записано. Но, обращаю ваше внимание, что это не единственный способ обновления данных в соответствии с этим законом. Потому что, вот смотрите, дальше идет. Або до центру наданя административных послуг, то есть в ЦНАПе можно будет обновить данные либо через электронный кабинет призывника военнообязанного резервиста при наличии. Ну, то есть это если вы захотите, вы зарегистрируете себе этот электронный кабинет и обновите данные соответственно там. При этом, обращаю внимание, что те люди, которые находятся за границей, они должны это сделать путем уведомления на официальный электронный адрес или по официальному номеру телефона ТЦК и ЕСП, который размещен, соответственно, на сайте ТЦК и ЕСП. Либо же у них также есть возможность сделать это через электронный кабинет военнообязанного. И вот здесь вы можете мне задать вопрос. Олег, так почему же ты говоришь, что все обязаны явиться в ТЦК и ЕСП? Мол, вон, есть же вариант сделать это через ЦНАП, есть вариант зарегистрировать электронный кабинет и не ходить в ТЦК и ЕСП для обновления данных. Да, я с вами согласен. Но! Есть одно но, а вернее два но. Все это должно заработать. Но первое, должен заработать электронный кабинет, а до сих пор нам не предоставили даже тестовой версии. Никто даже пока сроков нам не установил, когда этот электронный кабинет заработает. И второе но. ЦНАПы. Для того, чтобы ЦНАПы имели доступ к системе ОБРИХ, нужно еще доработать законодательство, а как мы с вами знаем, это процесс небыстрый, а во-вторых, нужно обучить людей, которые там работают. А этого еще не происходит. А почему не происходит? Да потому, что еще не техническая сторона не решена, не юридическая. То есть, когда это будет, непонятно. А что же у нас есть? Что есть рабочее? А есть рабочий только один вариант. ТЦК и ЕСП. И вот поэтому я подозреваю, что нам всем нужно будет являться в ТЦК и ЕСП. Ну а теперь давайте вернемся к вопросу, что делать тем гражданам Украины, которые не стоят на воинском учете. Ведь в переходных положениях мы четко видим, что вот эта обязанность обновить свои данные в течение 60 дней, она возлагается только на тех, кто стоит на воинском учете. Но перед тем, как мы разберемся с этим вопросом, я хочу сделать небольшое объявление. Я открываю сбор. Но как человек миролюбивый, я не буду собирать на оружие, дроны и все, что несет смерть. Я не хочу быть причастным к смерти. Я хочу быть причастным к жизни. И поэтому я буду собирать деньги на то, что несет жизнь. А жизнь в первую очередь обеспечивает, в том числе и нашим защитникам, медицина, медицинское оборудование. И вот сейчас я открываю сбор на внешний кардиостимулятор. Это тот аппарат, который позволяет запустить сердце человека, тогда, когда оно остановилось. И как оказалось, в Харьковской больнице, в достаточно крупной, нет такого аппарата. Этот аппарат спасет жизнь. Обратите внимание на это. И если вы разделяете мою позицию, то прошу поддержать этот сбор. И помните, ваш донат спасет обязательно жизнь. Естественно, все отчеты, все будет подробно выложено в моем телеграм-канале. Ссылочка на карту Монобанка и номер карты есть в описании к этому видео. Спасибо за поддержку. Продолжаем. Итак, должен ли обновлять свои данные человек, который никогда не был на воинском учете, либо снят с воинского учета? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы возвращаемся к тексту законопроекта 10.449. А этим законопроектом в том числе меняется и статья 1 закона Украины ОВО и ВС, то есть о воинской обязанности и воинской службе. И здесь, в 10 части статьи 1 будет написано следующее. Граждане Украины, которые подчеркивают взятию на воинский облик, то есть не стоят, но подлежат взятию на воинский учет, что-то должны сделать, обязаны уточнить протягом 60 дней с дня набирания чинности указом президента Украины про оголошение мобилизации свои обликовые данные через СНАП, электронный кабинет ТАТЦК. То есть те люди, которые сняты с учета, которые никогда не были на воинском учете, тоже обязаны обновить свои данные. Но для них просто установлен другой срок. У них 60 дней пойдет отчитываться не от даты вступления в силу закона 10.449, вернее закона 35.62, а с того момента, как будет уже после вступления в силу закона, будет принят, соответственно, новый указ о мобилизации. Я понимаю, что кто-то скажет, что стоп, здесь же идет речь об объявлении мобилизации, а указ, который сейчас появится, это будет указ о продлении сроков мобилизации. Но, друзья, я думаю, что суды здесь будут становиться на сторону ТЦК и СП и, соответственно, привлекать людей все равно к ответственности. И вот тут мы подошли к последнему нашему вопросу. А какая же будет ответственность за нарушение вот этой обязанности? А вот это вопрос пока открытый. С одной стороны, мы прекрасно с вами знаем, что действующее законодательство предусматривает ответственность в виде админштрафа за нарушение норм о законодательстве, о воинской обязанности и мобилизации. И там у нас штраф 5100 гривен максимальный. Но мы же с вами знаем, что уже в первом чтении проголосовали за законопроект 10.379. При этом текста до сих пор нет. То есть того текста, за который проголосовали в первом чтении, никто еще не видел, никто его не опубликовал. И нам неизвестно, что там. Это тот закон, который, помните, вот там штрафы до 200 тысяч гривен предлагали увеличить. То есть пока вопрос ответственности остается открытым. Но факт того, что у нас будет такая обязанность, ну, по сути, можно считать уже свершившимся. Друзья, на этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой канал. Также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Его ссылочка есть в описании к данному видео. Традиционно желаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok